Скажите честно, сколько можно это терпеть? В этот инвентарь ничего решительно не влазит, особенно когда играешь с техническими модами, у вас там 10 проводов, 20 чипсетов и 15 микросхем. Вот в этот маленький инвентарчик и вот эти маленькие 9 слотов нифига ничего не влазит. Что же делать и как же быть? Сегодня я нашел совершенно фантастический мод, который решает эту проблему на корню, потому что он увеличивает размер вашего инвентаря до 347 слотов. Помимо всего прочего, здесь есть масса полезных опций, о которых я сегодня вам буду рассказывать и показывать. Это нечто совершенно умопомрачительное. Но давайте обо всем разбираться по порядку. Когда вы открываете любой сундук, у вас показывается только часть вашего увеличивания инвентаря, причем речь идет про вот эти первые слоты. Вот эта первая строчка только отображается, когда вы смотрите либо в сундук, либо в рабочий столик. Более того, ваш обычный рабочий столик на 2 слота превращается в обычный полноценный, как его называют, инверстак на 3 слота. И он наработает как нормальный верстак. Давайте закрафтим какую-нибудь пичку. Нормально все крафтится. Понимаете, все, вам больше верстаки не понадобятся. Абсолютно. Дальше. Давайте устроим, организуем бардак. Например, вещи раскидаем в беспорядке по нашему огромному инвентарю. И для того, чтобы они красиво и аккуратно лежали по полочкам, есть несколько кнопок. Вот эта кнопочка стакает вещи, и они будут у нас состакываться слева направо. Вот так вот. Нажимаем. Видите, аккуратненько все состакалось. И соединилось. Дальше. Нажимаем эту кнопочку, и все вещи кладутся вниз, в нижний правый угол. Классно. Давайте вот так сделаем. Вот этой кнопочкой можно перемещать вещи вот так вот. В эту сторону. Этой кнопочкой перемещаем вот так вот. Просто обалденно. И также вот эти четыре слота тоже добавляют этот мод. Я вам сейчас покажу, для чего они. Дальше здесь есть классная кнопочка Merger. Что это означает? Она добавляет... Например, у вас в сундуке лежит уже Redstone. Давайте вот так положим. И если у вас в инвентаре тоже есть Redstone, она положит весь Redstone. В сундук. И таким образом дополнит тот Redstone, который у вас лежит в сундуке. Он бьется в расчет сундук, который находится непосредственно с вами. Насколько я протестировал. И насколько я понял. Для этого нужно вплотную подойти к сундуку. Нажимаем кнопочку Merger. Merger. И все. И он дополнил нам стак Redstone, как видите. Здесь была только одна красная пыль. И он сделал стак. Давайте вот так вот разложим. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Теперь он нам пополнит запас Redstone в сундуке этой кнопкой. Хопа. Все. Видите? Redstone таким образом отправился в этот сундук. Но это не все еще. Самое интересное. Он плохо сочетается, этот мод, с Inventory Twix. Поэтому я не рекомендую ставить их вместе. Тем не менее, со всякими индикаторами. Damage индикаторами и так далее. Он прекрасно работает. Работает он на версии Minecraft 1.8. На версиях 1.7.10 и ниже. Там этот мод есть тоже. Но под каким-то другим названием. Окей. Дальше. Давайте мы их вот сюда положим. Есть слот под Ender Pearl. Они кладутся вот сюда. Сюда кладутся Ender Pearl сугубо. В этот слот у нас кладется компас. Главное, чем он будет лежать у вас всегда вот здесь. И вы всегда будете знать, куда вы двигаетесь. По-моему, компас отображает то ли ближайшее место расположения, как его называют, крепости с порталом, ведущим в край, то ли что-то еще. Я уже не помню. Извините, господа, но я эксперт у нас по модам, а не по ванильным мейкрафтам. Дальше. Это у нас часы обыкновенные, которые вам будут всегда показывать время. Специальный слот для часов. И самое интересное. Ender слот под Ender сундук. Где он у нас тут? Так вот. И вот так вот кладется. И у вас появляется эксклюзивный доступ к вашему Ender сундуку из любой точки мира. Кладете для этого его вот сюда. Нажимаете кнопочку. И в Ender сундук можно положить всякое барахло. Он будет работать как обычно. Давайте протестируем. Поставим Ender сундук на землю. И там должно лежать барахло. Да, которое я положил. Все абсолютно правильно. Дальше. А вот здесь у нас верстак. И что такое Deposit All? Все барахло, которое у вас есть в инвентаре, в мод автоматически положит ближайший пустой сундук. Давайте подойдем к двум сундукам. Интересно, он сможет использовать два сундука одновременно. Пробуем. Deposit All. Один сундук забил под завязку. Второй сундук забил под завязку тем добром, который у меня был в инвентаре. Слушайте, ребята, это же очень удобно, когда приходишь шахты и быстро можно разгрузиться. Дальше. Нам еще нужны бутылочки. Вот так вот. Вот так вот. Обыкновенные пустые бутылки. Смысл в чем? Вы кладете бутылочки в этот инвентарь. Здесь отображается графический глюк. Кнопка должна находиться вот здесь слева. С чем это связано? Я не знаю. То ли с ресурспаком моим, но это вряд ли. То ли с тем, что он плохо сочетается с Notanofitems. Вот эти менюшки слева и справа не относятся к этой модификации. Это Notanofitems. Я надеюсь, все знают, что это такое. С чем это едят? Ну ладно. Так вот. Эти бутылки нужны для того, чтобы хранить в них опыт. Выкладываете пустые бутылки, нажимаете кнопочку Fill и получаете непосредственно банки с опытом. У меня было 6 уровней. И получил я теперь взамен. Уровни с меня взяли. Я получил банки с опытом. Теперь я всегда смогу хранить опыт в безопасном месте в виде бутылочек. Классно. Давайте попробуем. Да, я получил 5 уровней, которые у меня и были. Великолепно. Все работает прекрасно. Еще не забывайте, что если вы пользуетесь, например, какими-то машинами из модификации и открываете инвентарь сундукали, либо какой-то машины, например, да, у вас всегда будут подображаться вещи только из вот этого первого ряда. Вот в этом маленьком окошке. Такие дела, ребят. Что еще я хотел сказать важное. Обязательно ставьте только самую последнюю версию. Поэтому я даю ссылку на официальный сайт непосредственно разработчика модификации, потому что в прошлых версиях там вещи при сортировке иногда могли пропасть в неизвестном управлении. Такие дела, ребят. Только последнюю версию 1.0.2 или выше. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Извините, что мод такой был маленький. Но, ребят, это же эволюционный мод. Ничего подобного раньше я не видел. И очень-очень удобный. Я попробую еще поискать версию под 1.7.10, чего-то похожего и запихнем в нашу сборку Дивайна. Всем удачки, всем пока. Если вы здесь впервые, можете смело подписываться. У нас еще масса интересного контента по Starbound, Minecraft и прочим сэндбоксам. Всех видов и типов. Для этого можете не забывать заглядывать в плейлисты канала. Всем удачки, всем пока и фурм вам бабла.